На Брестской набережной в такую жару многолюдно. Оно и понятно. Рядом река, от которой веет прохладой, с другой стороны большое количество зелени, которое создает тень. Но эти атрибуты не самые главные для детей в выборе места для игр. Их привлекает возможность набрать скорость до такой, чтобы ветер свистел в ушах. Помогают в этом различные виды средств индивидуальной мобильности. Всевозможные гироскутеры, сегвеи, электросамокаты и моноколеса, которых здесь множество. Они могут дать детям не только небольшую порцию адреналина, но и принести серьезные травмы. Сейчас есть новые виды травмы. Это падение гироскутеров, самокатов, беговелов и так далее. Если уже ребенок решил воспользоваться таким видом транспорта, как гироскутер, то надо, конечно, обеспечить какие-то защитные налокотники, наколенники, вообще шлем защитный в идеальном варианте. То же самое касается велосипедистов, то же самое касается роликовой травмы. Брещенко Олика Горбатюк, выходя со своей маленькой дочерью на прогулку, всегда напоминает ей о правилах безопасности. Трехлетняя Катя сильно не разгоняется на своем ярком самокате и далеко не уезжает от мамы. Понимает, что рядом с ней она в безопасности. Я всегда слежу за своим ребенком, стараюсь не отпускать ее и объясняю о правилах безопасности. То есть, в первую очередь, это, конечно же, чтобы она смотрела за машинами и не бежала навстречу машины. На этом она уже научена, она это понимает, что туда бежать не надо. Ну и в целом, у меня ребенок достаточно такой осторожный. Это особенность именно моего ребенка. Она осторожная, она внемлет моим рекомендациям и пожеланиям. То есть, у нас уже не было таких вот ситуаций, где, знаете, дети такие более активные и лезут. Говоришь, не лезь, а они лезут. То у меня ребенок немножко другой. Говоришь, не лезь, она не полезет. Но бывают случаи, когда детское любопытство берет верх, и не всегда они заканчиваются хэппи-эндом. Статистика травматизма по Брестской области давно перешагнула цифру в 10 тысяч, и это только за прошедшие 6 месяцев. Травматизм на батутах, вблизи водоемов, дома, вариантов для получения путевки на больничную койку множество. В среднем по травмпункту у нас за сутки обращается от 35 до 60 пациентов. Ну, в зависимости от дня недели, перед выходными и после выходных бывает больше. Вот в такие дни свободные на неделе немножко количество уменьшается. Конечно, в связи с наступлением летнего теплого периода увеличилось количество травм, особенно с ушибленными травмами стопы, резанными ранами стопы. И чаще всего это обращаются пациенты, которые проводят активный отдых и купание в необорудованных специально для этого местах. Да, статистика не веселая, но проблему можно и нужно решить. В структуре травматизма первую позицию занимают бытовые травмы, следом за ними идут уличные. А значит, повлиять на сложившуюся ситуацию можно. Меры профилактики, в первую очередь, это обеспечение для ребенка бытовых условий, скажем, с минимальной возможностью получения травмы. То есть это, ну, скажем так, чтобы ребенок не получил травму, надо взглянуть на свою квартиру, бытовые условия глазами ребенка. Вот, поэтому надо посмотреть, все ли там хорошо закреплены предметы, мебели, вот, где стоит бытовая химия, есть ли доступ у ребенка к этому, нет ли открытых окон. В квартире самой опасной комнатой является кухня, на втором месте это ванная комната. Поэтому, соответственно, смотреть, где стоит чайник, где лежат там ножи, столовые приборы, стекла в дверях, какие-то посуды та же, вот, ну, потому что механизмы травм, конечно, достаточно многообразные. Бдительность родителей – это очень важно, но главное объяснить ребенку, что наша жизнь в наших собственных руках.